Какие только события не произошли в 1990 году, открыв историческую справку, вы с удивлением узнаете, что правящая лейбористская партия в четвертый раз победила на парламентских выборах в Австралии или, например, возрадуетесь за Северный и Южный Йемен, объединившиеся в Единую Йеменскую Республику. При этом из выборки вы, скорее всего, не узнаете об одном из главных событий 30-летней давности, которое навсегда осталось в наших сердцах. Мы имеем в виду рождение грандиозного Ламборгини Диабло, а вовсе не задержание панамского генерала Нарьоги представителями американской администрации, как многие наверняка подумали. В те стародавние времена из ворот фабрики в Сан-Та-Гате Болоньезе вырывались дикие быки, не отличавшиеся рафинированностью или условной распространенностью современных моделей компании. Ламбу проще было увидеть в кино, нежели встретиться с ним лицом к лицу, и потому каждое появление этих машин на улицах было грандиозным событием, а в случае с Россией — грандиозным втройне. Представьте себе середину 90-х годов, когда хлынувший на отечественные дороги поток иномарок заставлял часами стоять у обочины, изучать и провожать взглядом каждую заграничную красотку, бывшую на тот момент символом недоступности и неприступности. Представили или вспомнили? А теперь поместите в середину этого праздника жизни огненно-рыжий ламборгини Диабло. Сноукшибательный итальянец, воплощавший собой первобытную ярость, одним своим видом и звуком останавливал автомобильные и пешеходные движения в радиусе нескольких сотен метров в самом буквальном смысле. Его великий предшественник Каунтач, вышедший из-под карандаша Марчелло Гандини, был франтом 70-х-80-х, разнузданным Тони Монтаной с воротником расстегнутой рубашки поверх вызывающего пиджака. Диабло же был не криминальным матчем с белозубой улыбкой, а дорожной акулой, с ревом прошивающий транспортный поток и взирающий на мир крохотными глазками. Проект 132 стартовал в июне 1985 года, когда автомобили Ламборгини СПА задумалась о наследнике Каунтач. 21 января 1990-го результат инженерных и дизайнерских усилий, а также инвестиций в размере около 6 миллиардов итальянских лир предстал на специальном мероприятии в Hotel de Paris, что в Монте-Карло. Выбирая имя, религиозные итальянцы не перешли на темную сторону, а просто следовали своим традициям, нарекли автомобиль в честь могучего и агрессивного боевого быка, который сразился с Матадором Е. Эль Чикора 11 июля 1869 года в Мадриде. Зловещее название отлично подходило суперкару уже на стадии техзадания, предписывавшего получить максимальную скорость не менее 320 км в час. Дизайн традиционно заказали Марчелло Гандини, и маэстро выступил в своем фирменном стиле, создал межгалактический истребитель, представлявший собой глубокое переосмысление концепции Каунтач. Вот только концерну Chrysler, купившему Lamborghini в 1987 году, стиль не слишком понравился. Американцы вмешались в работу над суперкаром и настояли на серьезной корректировке облика, даже привлекли своих художников. На фоне первоначальных образцов окончательный вариант казался несколько более приземленно прилизанным и менее агрессивным. Впрочем, сейчас, по прошествии многих лет, напрашивается вывод о правоте решения заокеанских боссов, поставьте рядом с дьяволом Сизета Мородер Ви-16Т, которая унаследовала ряд особенностей оригинального дизайна, и вопрос о том, кто со временем отпадет сам собой. В частности, массивные и нарочито грубоватые воздухозаборники серийной машине не достались, им предпочли лаконичные элементы, направляющие потоки к тормозным дискам и двигателю В-12. Агрегат объемом 5,7 литра развивал на стандартной версии суперкары 492 л.с. и 580 Нм. В наши дни эта мощность сопоставима с отдачей старой BMW M5 E60 или основательно заряженной Skoda Octavia RS, но вернитесь на 30 лет назад, и вы поймете, что подобные характеристики превращали водителя в пилота, а разгон до 100 км в час за 4,5 секунды и максимальные 325 км в час позволяли играть в высшей автомобильной лиге. Да что там дело давно минувших дней, потенциал Diablo вызывает уважение по сей день, а некоторые его опции способны удивить бренду-ориентированную аудиторию. Так, например, среди дополнительного оснащения присутствовали часы Brigade за 10,5 тысячи баксов. Если оперировать заводскими характеристиками, то Diablo уступал лимитированным суперкарам типа 550-сильного Jaguar XJ220, но в реальном поединке опытный пилот, способный реализовать потенциал заднеприводного монстра, мог и выиграть. Конечно, не каждый владелец Lamborghini являлся таковым, поэтому родившаяся в 1993 году полноприводная модификация VT Viscostraction, пришлась очень кстати. Передача до 25% крутящего момента на колеса передней оси укращала нрав быка при низких стартах и в плохую погоду, а также делала характеристики управляемости более нейтральными, снижая избыточную поворачиваемость заднеприводного купе в предельных режимах. От базового автомобиля версия VT отличалась стандартным гидроусилителем руля, электронно управляемыми амортизаторами коней и четырехпоршневыми тормозными суппортами Brembo вместо двухпоршневых, более узкими передними шинами размерностью 235-40 за R17. В салоне встречала иначе оформленная панель приборов. Были также новшества, незаметные глазу. Например, ревизия системы газораспределения позволила сделать мотор тише, а измененная компоновка воздуховодов улучшила охлаждение агрегата. В том же 1993 году Lamborghini отметила свое 30-летие экстремальной трековой версии Diablo C30. Обладатель юбилейного суперкара изнывал, из-за отсутствия кондиционера, акустической системы, гидроусилителя руля и даже нормальных боковых стекол, вентиляцию обеспечивали маленькие, не нарушающие аэродинамику секции в стационарных плексигласовых заглушках. Впрочем, имелось кое-что другое, например, регулируемые стабилизаторы поперечной устойчивости и невесомые углепластиковые кресла с четырехточечными ремнями безопасности. Форсировка двигателя до 532 л.с. Посредством новой карты впрыска топлива, магниевых пускных коллекторов и выпускного тракта со свободным дыханием вкупе со снижением массы на 125 кг уменьшила разгон до сотни до 4 секунд и взвинтила максимальную скорость за пределы 330 км в час. Электронно-управляемые амортизаторы, бывшей прерогативой версии ВТ, по понятным причинам отсутствуют, зато есть противобуксовочная система с выбором степени интервенции, тормоза увеличенного диаметра и 18-дюймовые колесные диски ОС Рейсин. Уникальность Special Edition, выпущенного тиражом в 150 экземпляров, не исчерпывалась этими особенностями, грозой, спортивное подразделение Lamborghini Engineering S.P.A., за фактически гоночный пакет Джота. В него входил другой капот с двумя воздухозаборниками и такие новшества, повышающие отдачу до шести сотен лошадей, как новая прошивка Эбу и другие распредвалы. Всего, по имеющимся данным, выпустили 28 комплектов для апгрейда, но непосредственно с завода выехало от 12 до 15 экземпляров Джота, а модификациями остальных машин могли заниматься дилеры марки. В 1995-м эволюция продолжилась. Во-первых, линейку дополнил заднеприводный Diablo SV, основные особенности которого заключались в 517-сильном двигателе и антикрыле с регулируемой центральной частью по углу атаки, 18-дюймовыми колесными дисками и более мощными тормозами. Во-вторых, у полноприводного VT появился вариант с кузовом Roadster. Тремя годами позже компания сорвала покрывало с обновленного Diablo. Яркой особенностью, позволяющей отличить помолодевшего быка от дорестайлингового, стали стационарные фары вместо подъемных. С ними автомобиль смотрелся современнее, не столь остро характерно и чуточку, скандальнее. Дело в том, что оптику позаимствовали прямиком у спорткара Nissan Favirlady Z300ZX, название японской марки, выбитая в верхней части фар, по понятным причинам пришлось замаскировать углепластиковыми ресничками. Интересно и забавно, что по сей день некоторые по уши влюбленные в Diablo отказываются поверить в грубую и не слишком приятную правду. Что ж, это далеко не первый и не худший пример использования компонентов от условно-массовой продукции на экзотическом автомобиле, достаточно вспомнить Эстон Мартин Вираж с вызывающими боль задними фонарями от Volkswagen Sirica. Салон перекроили основательно, архитектуру передней панели коснулись все пролазные щупальцы биодизайна, хотя до откровенно пошлых округлостей дело не дошло. Панель приборов расплылась по торпедо, усилив ощущение кокпита, а клавиши управления дополнительными функциями разместили горизонтально. В 1998-м у Lamborghini в очередной раз сменился владелец, и она наконец обрела стабильность под сенью четырех ингольштадтских колец. Начав разработку Марсайлага, фабрика по выращиванию боевых быков не оставляла попытки вдохнуть в сидеющего Диабло свежие силы. В частности, это удалось благодаря заднеприводной модификации GT, которая открыла миру новую сверкающую грань итальянского бриллианта. Пафосным променадом по вечерним бульварам и прострелом по автобанам эта великолепная зверюга предпочитала жизнь на гоночных трассах. От своих собратьев она отличалась видоизмененной передней частью кузова, иначе оформленными боковыми воздухозаборниками и диффузором вместо заднего бампера, по центру которого располагались нагло вздернутые патрубки выпускной системы. Фактическая разница между GT и другими Диабло оказывалась куда более существенной, чем это могло показаться. Практически весь кузов, за исключением стальной крыши и алюминиевых дверей, был изготовлен из углепластика, благодаря чему снаряженную массу удалось снизить до 1460 килограммов. Через огромный воздухозаборник заглатывал воздух 583-сильный двигатель V12, нестандартный 5,7, а 6-литровый агрегат с увеличенным на 4 мм, до 84 мм ходом поршня и индивидуальными дроссельными заслонками. Попав в салон, водитель сразу понимал, что находится не в очень быстром шоу-стопере, а пленен злым трековым автомобилем, готовым стиснуть объятиями кресел ковшей и устроить жесткий тест ездовым навыкам. По своей сути Diablo GT — это снаряд для немногочисленных адептов тренировок на кольце, предпочитающих результат на секундомере восхищенным взглядом окружающих. Косвенным подтверждением являлся тираж всего в 80 экземпляров. Другой знаковой версией в рестайлинговом семействе было гражданское купе Diablo VT6,0 с полным приводом. Спутать это финальное исполнение с предыдущими модификациями не позволяет зализанная передняя часть, пара вздернутых выпускных патрубков по центру заднего бампера и 18-дюймовые колесные диски с пятью кругляшами, как у Countach. В свое время такой ослепительно быстрый «Дьявол», вооруженный 558-ю сильным двигателем объемом 6 литров, впечатлил представителя американского издания «Мотор Тренд» простотой и удобством управления. Недостаточная поворачиваемость. Ощутимая, зато благодаря ей наверняка уцелело немало клиентов Lamborghini с замашками гонщиков. По итогам теста журнал сообщил о динамике разгона до 97 км в час, 60 миль, за 3,4 секунды и прохождении четверти мили за 11,8 секунды. Водители, жаждущие большего, были вынуждены, очертя голову, уходить в автоспорт, где удавалось найти применение специальным трековым версиям. Среди таковых, например, числился раздетый 542-сильный Diablo SVR для заводской моносерии и более поздняя модификация GTR на базе упомянутого выше GTC шестью-литровым мотором V12 мощностью 598 лошадиных сил. С тех пор утекло немало бензина, компания Lamborghini существенно расширила модельную линейку, добавила в нее жизненно необходимый кроссовер Urus, поразила мир высокой эффективностью активной аэродинамики, которая позволила не бог весть, какому мощному Харакан-Парформанты установить рекорд Ньюбургринга. С момента появления Diablo марка прошла огромный путь, сделала свои автомобили куда более рафинированными и удобными, сохранив в каждом из них дух боевых быков прошлого. В 1990 году Diablo был передовым суперкаром своего времени, и сегодня его аналогом, или прямым потомком, можно считать Авентадорц, такие автомобили по-прежнему сложно встретить на дороге. А вот младшая линейка суперкаров куда как популярнее, Галардоу, Харакана и сегодняшний Хараканаева легко можно встретить в центре Москвы, Парижа или Майами. Трудно представить, что Diablo когда-нибудь смог бы побывать у нас на Тестё, а вот Хараканаева, пожалуйста. 30 лет спустя после премьеры Diablo полноприводное купе среднемоторной компоновки, атмосферный V10 за сидениями, набирает сотню за 2,9 секунды и разгоняется до 325 км в час. При этом справится с ним даже обычный водитель, умный полный привод и современные системы безопасности делают суперкар яростной, но не опасной игрушкой. При большом желании на Хараканаева можно ездить каждый день, подруливающая задняя ось облегчает маневрирование, а гидравлический подъемник позволяет поднять кузов над передней осью, чтобы преодолеть слишком зазнавшуюся неровность. Чтобы обладать таким вот дьяволенком, придется раскошелиться примерно на 17 миллионов рублей, но лучше приготовить порядка 20, опции у Lamborghini дорогие, но их непременно захочется заказать. И что покупают эти огромные деньги? Ошеломляющий быстрый суперкар, эпатажный и футуристичный дизайн, за который мы так любим Lamborghini. А еще, немного мечты с плаката из детства, ведь в любом хищном, проносящемся мимо силуэте Lamborghini промелькнет Diablo. Всем удачи на дорогах. Спасибо за просмотр этого видео. Не забудьте подписаться, и поставить лайк.